Сборная Кыргызстана по футболу неудачно стартовала на Кубке Азии в Катаре. В матче первого тура группы F кыргызстанцы играли против сборной Таиланда и уступили со счетом 0-2. Следующую игру Кыргызстан проведет 21 января против Саудовской Аравии, которая буквально вчера с трудом обыграла сборную Омана. Теннис. Елена Рыбакина во втором круге Australian Open. Первая ракетка Казахстана за 1 час и 33 минуты справилась с бывшим лидером мирового рейтинга Каролиной Плешковой 7-6, 6-4. Во втором раунде «Шлема» в Австралии Рыбакином встретится с россиянкой Анной Блинковой. Еще одно усиление у актюбинцев. Вчера полузащитник сборной Казахстана Рамазан Уразов заключил контракт с Актобе, вернувшись на родину из Словении, где он выступал за команду Коппер. Назвать Уразового новичком в составе Актобе нельзя, так как он уже играл там в сезоне в 2021-2022 годах. В 2022 году Рамазан, защищая честь белокрасных, стал серебряным призером премьер-лиги. Рома объявила об увольнении Жозе Мауринио. Римляне выиграли лишь один матч из пяти последних и идут на девятом месте в таблице чемпионата Италии. Вместе с Ромой Жозе выиграл Лигу конференций и вышел в финал Лиги Европы. Даниэль де Росси назначен главным тренером Ромы. Контракт подписан до 30 июня 2024. Камбэк настоящей легенды, у которой нет тренерского опыта. Камбэк 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 Субтитры сделал DimaTorzok